Добрый день дорогие друзья, с вами канал Одна Австралия, я Александр Петров и в этом ролике я хотел бы обсудить тему, которая поднял та, была в разговоре моем с одним из моих подписчиков, так проще называть моих друзей, зрителей этого канала, по тематике нужности и вас и меня для этой страны. Но я хотел бы взглянуть на это все шире, я хотел бы взглянуть на это с точки зрения и с такой достаточно провокационной, такой очень необычной вопроса, а нужна ли Австралия тем людям, будущее, счастливое будущее страны, тем людям, которые этой страной правят, тем людям, которые закладывают основы будущего Австралии. И это очень серьезный вопрос. Мы почему-то думаем, всегда, постоянно думаем, что те люди, которые управляют этой страной, они умные, они заботятся о том, чтобы эта страна процветала, чтобы она была интеллектуально, культурно, экономически сильнее. И у меня есть большие сомнения в этом. Вы знаете, или по крайней мере часть из вас знает, что у меня достаточно неплохие отношения с членами парламента, в основном со стороны именно либаристской партии. Так исторически сложилось, что люди стали вначале моими друзьями, моими хорошими знакомыми, потом оказалось, что все они принадлежат либаристской партии. Партии оппозиционные сейчас. Оппозиционные либеральные партии. Скотт Моррисон один из, на самом деле, достаточно неординарных представителей либеральной партии. Я бы не сказал самых значимых и самых, может быть, грамотных, самых думающих. Тех людей, которые определяют, по крайней мере, политику либеральной коалиции, которая возглавляет Австралию. Так вот, мое предложение как образовательного агента было следующее. Что мы привозим просто людей, которые желают жить в Австралии? А давайте будем привозить тех людей, которые в действительности могут сделать прорыв, культурный, экономический, интеллектуальный прорыв в будущее. Ведь не забывайте, Россия и пространство бывшего Советского Союза, это люди, которые могут привнести все передовое в плане компьютерных технологий. Наши программисты являются одним из лучших профессионалов. Именно американские IT во многом базируются именно на разработках наших программистов, на их уме, на их способностях, на их таланте, на их любознательности, если хотите. У нас есть ракетные технологии, я имею ввиду в России, есть ядерные технологии, есть нанотехнологии. Не надо смеяться, нанотехнологии в России определяет не Чубайс, а группу людей, которые в действительности одаренные, самозабвенные, люди, которые могут многое что сделать. Есть специалисты в строительстве, допустим, таких самолетов, как МРИЯ. Их же так и не создали, кроме КБ Антонова, не создал никто. А ведь пытались, но не получилось. Это советская разработка, это украинская, советская, российская, хотите разработка. И такие самолеты, в общем-то, нужны. У нас есть специалисты в строительстве ракет, таких как Сатана. Это, кстати, тоже южный механический завод, которым руководил Кучма, бывший президент Украины. Эти специалисты еще не умерли. У нас есть люди, которые закончили топовые советские, постсоветские университеты, в том числе и ребята, которые учились на моем факультете, в моем институте. И эти ребята, между прочим, разрабатывали керамику для покрытия кораблей многородового использования бурам. И это было намного дешевле, намного лучше. Если бы такие специалисты были у Америки, Колумбия бы не сгорела. Это была проблема именно с этими плитками керамическими. Этих людей мы можем забрать сюда. У нас есть замечательные разработки в области подводных лодок, и не только атомных. Это специалисты по сонарам, это специалисты по двигателям, по электрике. Ленинградский электротехнический институт, я не знаю, как сейчас он называется, но там замечательные разработчики. И эти люди, в принципе, могли бы быть привезены в страну. Эти люди могли бы продвигать нашу науку. Естественно, надо было построить бы научно-исследовательские центры, может быть делать это вместе с американцами, я не знаю. Но мы могли бы развивать нашу страну. Но мы этого не делаем. Почему мы это не делаем? Ведь лично мною это было сказано на встрече в парамате министру иммиграции Крису Боуну в присутствии пятой части членов парламента, всего федерального парламента. Тогда именно либаристская партия вела правительство, и тогда была еще Джулия Гиллард премьер-министром, и она тоже там была. Рядом со мной стояли люди, которые, в общем-то, и предлагали эти все вещи. И это все было написано, отпечатано и дано, поставлено на стол перед Крисом Боуэном. Сейчас он один из лидеров оппозиции. И, честно говоря, после всего того, что произошло, я очень скептически отношусь к таким людям. Но это были конкретные предложения. Вопрос, почему они не были приняты? Как можно отказываться от специалиста такого уровня, если они, во-первых, доказанные специалисты, во-вторых, не требуют ни копейки денег. Более того, они сами бы приехали сюда на обучение, они бы еще и до этого заплатили. Это люди лояльные Австралии. Есть механизм у меня, и это не бог весь какой-то ноу-хау для того, чтобы связаться с специалистами, выпускниками, бывшими выпускниками, то есть alumni, во всех ключевых учебных заведениях Москвы, Питера, других городов, где в действительности это кузница кадров для России. Но России не надо так много или не надо вообще этих специалистов. В этом нет ничего страшного. Российское государство их не держит, как и Украинское или Казахстан, бывшие постсоветские республики. Да, можно они ограничиться и этими странами, но я являюсь человеком, который постсоветский. Тоже мне легко работать с этими регионами. Один бывший Советский Союз сделает из Австралии конфетку, но именно австралийское государство сознательно отказывается от таких возможностей и всегда отказывалось. Здесь нет тех программ, которые есть, допустим, в меньшей степени в Великобритании, но в большей степени в США. Этим людям очень легко приехать в США, им легко остаться. Это и есть цвет науки, экономики, что хотите американского государства. Но в Австралии этого нет, потому что австралийское правительство против этого. Закономерный вопрос. Кто стоит за этими людьми? Глядя на то, кто у нас руководит средством массовой информации, глядя на то, это Руперт Мёрток, Глядя на то, что его друг, один из богатейших людей Австралии, двойной гражданин, определяет то, как думает и как себя ведет Австралия в сфере внешней политики, Фрэнк Лови. Я понимаю, что от этих людей ждать того, чтобы они заботились о величии и могуществе Австралии, ждать не приходится. Если посмотреть на то, что делает департамент иммиграции. Департамент иммиграции это механизм, который закладывает основы будущего страны, то есть иммигрантов. Откуда мы получаем будущее население? От естественного прироста, который мал и он как бы как константа. И иммиграция. Вы в том числе. Основная масса, которую сейчас я вот вижу, это люди, которые приезжают, например, из Непала. Кингсовый институт. 70%, 60%, где-то 80% это граждане Непала. Но, ребята, 25 лучших, я уже несколько раз об этом говорил, или в год, 50 лучших студентов на всех факультетах. И в этих 50, учитывая, что у нас 70% это граждане Непала студентов, из 50 практически ни одного Непальца. Я могу ошибаться, но предыдущие годы не было ни одного. Вопрос, кого мы везем сюда. Это хорошие, добрые, милые люди. Но нам нужен интеллект. Нам нужно страну развивать. Нам не нужна страна, в которой будет жить 2 миллиарда человек, которые способны только выполнять простые функции, максимум рядового инженера. Нам необходимы, как мне кажется, любой стране для развития нужны люди, которые будут продвигать эту страну. Австралия же привозит граждан Непала, Пакистана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки. Посмотрите на список стран. Естественно, там есть Англия, есть Новая Зеландия, просто потому, что это очень близкое содружество. Это Вашингтонское соглашение, это Дублинское, Сиднейское соглашение тоже. Это близкие страны UK, то есть Англия. Это наша, в общем-то, прародина. Я имею в виду Австралия. А Новой Зеландия это практически Австралия. Ну, просто это разные страны, а так они очень близкие. Соседи. Да? Это настосманийское содружество. А кроме этого у нас идут страны, кроме Китайской Народной Республики, от граждан, которые сейчас уже практически хотят избавиться. Имеется в виду сократить поток эмиграции из Китая, потому что уже началась фактически холодная война с Китаем. У нас страны, которые, скажем так, явно не передовые. Я понимаю, что деньги не пахнут. Но если мы считаем, что деньги полученные от одного и того же студента или от студентов, которые просто приезжают на обучение в учебные доведения, одинаковые, значит, давайте набирать людей из Германии, из бывшего Советского Союза, из стран, которые в действительности развиты, из той же самой Китайской Народной Республики. Мы должны формировать. Мы думаем, что департамент эмиграции формирует будущее этой страны. Ну, я понимаю, что большинство образовательных агентов даже не способны об этом думать. Но те, которые способны, и я надеюсь, большинство моей аудитории понимает, что таким образом формируется будущее страны. Если Непал, Индия и Пакистан являлись уровень подхода 3, это значит, сюда им приехать сложно, а России 2, или Украины 2, значит, легче. Отнюдь. Именно из Непала большинство учебных доведений получало офшорных студентов напрямую. Именно из Непала. Они из Узбекистана, которые тот же самый уровень, даже в Чарльз Тёрд Университ не попасть. Надо в какую-то большую восьмерку с крупным английским, короче говоря, идеальных студентов, единицы получать из Узбекистана. Но Непал тот же самый уровень. И знаете, уровень образования в Узбекистане постсоветским получше будет, чем в Непале. Так почему же австралийское государство везет десятки и десятки тысяч из маленького Непала и не везет людей из стран, которые обещают лучшее будущее для страны? Ответьте мне на вопрос. Те ребята, которые думают, что, вот вы, да, думают, что австралийское правительство и австралийский департамент иммиграции проводит адекватную политику. Я не верю в то, что это случайность. Я не верю в то, что идет гонка за каким-то долларом. Я не верю. Я понимаю, что австралийскому обывателю не хочется видеть каких-то постсоветских граждан, которые во втором, а то и в первом поколении сделают их в конкурентной борьбе за рабочие места на высших эшелонах. Я понимаю, что австралийский обыватель хочет тех людей, которые будут убирать за нем мусор 5-6 поколений подряд, которые не способны или не хотят развиваться, кроме каких-то единиц, которые не делают погоды. Я понимаю австралийского обывателя. Но ведь правительство должно думать о том, что будет со стороной. А правительство не думает. Более того, те люди, которые реально управляют правительством, а я назвал двух человек, которые, скажем так, на мой взгляд, руководят нашим правительством как марионетками. Эти люди не заинтересованы в том, что приезжали сюда те, кто сделают Австралию великой. Они не заинтересованы в том, чтобы Австралия была великой, потому что она станет для них конкурентом. И более того, население страны, которое, в общем-то, произошло от каторжников, а у каторжников есть дух свободы. Они ценят свободу. Они готовы умирать за свободу. Вот этот дух, это положительное, что есть у австралийцев. И этого духа, те люди, которые из подваль, через плечи правительства управляют страной, этого духа они не хотят. И они не хотят страны, которая бы вышла у них из-под контроля. Вы можете сказать, что это все конспирология. Может быть, это и конспирология. Но попробуйте мне объяснить те факты, которые произошли со мной и произошли в сфере образования в Австралии. И я думаю, ответа у вас не будет. Случайности? Я не верю в случайности. Большое спасибо.